Огненная служба отмечает профессиональный праздник 18 июля в России день государственного пожарного надзора. В Ивановской структуре МЧС 67 инспекторов, на каждого целый перечень должностных обязательств. Именно от этих людей зависит, будет население знать правила противопожарной безопасности или нет, а значит случится ли трагедия или обойдется. Одним из видов подразделений наиболее эрудированных профессионально подготовленных у нас является управление надзорной деятельностью. Оно выполняет обязанности по выполнению профилактических мероприятий и непосредственно исполнению надзорных мероприятий на объектах, подотчетных нам, на территории Ивановской области. В чем это выражается? Это выражается в проведении профилактических мероприятий на социально значимых объектах, работа с населением, работа по вопросам гражданской обороны. Застать инспекторов на рабочем месте не так просто. Каждый день у них рейды проверки акции. В их ведомстве пожарная безопасность, в школах, больницах, в социальных объектах. Они же расследуют причины пожаров, проводят агитационные флешмобы и творческие встречи. Ежедневно подворовые обходы, чтобы еще раз напомнить людям элементарные правила обращения с огнем и горючими веществами. Иногда приходится и пугать, чтобы лучше запомнили. Недавно буквально был случай, две недели назад у себя в доме человек приготовил жидкость для газонокосилки, разбавлял бензин вместе с маслом. На кухне у него горела газовая плита. Тем самым при неосторожности при обращении произошло само воспламенение одежды и человек погиб. Тем не менее, это скорее исключение. За последние годы люди стали грамотнее, уверены сотрудники госпожнадзора. Знают, куда звонить, как вести себя в критической ситуации. Вот и на вопросы инспекторов на улице отвечают бодро. А что будете делать, если на сковородке загорелся жир на газовой плите? Полотенчиком. Полотенчиком или плотно накройте крышечкой. Все бы, да. Доступ к кислороду перекроем и все, и пожар. Максимальная школа училась. Все что? Все в школе это учить. Не лишним будет и повторить, отмечают инспекторы. Мало знать, нужно уметь ориентироваться в условиях чрезвычайной ситуации. Как это сделать, есть секрет у сотрудников госпожнадзора. Самое основное мы доводим, что нужно вспомнить, и быстро, чтобы всплывало в голове, треугольник огня. То есть без чего огня быть не может. Это кислород, источник зажигания и, собственно, горючий материал, то, что горит у нас. То есть ограничив хотя бы от одного этого компонента, пожар ни в коем случае не должно произойти. О качестве работы этой службы свидетельствует статистика. Каждый год количество пожаров, гибели на них людей и травматизма сокращается в среднем на 5-10%. Цифры впечатляют. Традиционно на праздник сотрудникам МЧС желают сухих рукавов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.